Дудин Николай Михайлович. Николай Михайлович, расскажите об этом музее. Что он? Это музей Александровского радиозавода, как я понимаю? Нет, это не совсем так. Организовывался музей как музей старой вычислительной техники, старой электронной продукции города Александрово. А кто его организовал? Организовывал Архипов Владимир Юрьевич. Просто энтузиаст? Он энтузиаст, он москвич. Здесь он является заместителем директора торгового центра, Саша. И решили они здесь организовать музей. Ну молодцы, правильно. Был музей у нас в Александрове, радиозаводской музей. С развалом страны развалился и музей. Сейчас вот энтузиасты есть у нас и в историко-краеведческом клубе Отечества. Там тоже все старое собирают. В основном информацию старую о городе Александрове, о технике Александрово. Здесь кроме радиозавода был еще институт. Тоже с радио связано? Нет, институт синтеза минерального сырья. Развалился. Это сельскохозяйственное удобрение, да? Минеральное сырье или что? Нет, они выращивали кристаллы. О-о-о, интересно. Алмазы. Но оборудование все распродали куда-то в южные страны, недоразвитые. Теперь эти страны сверхразвелись. И на кристаллах. Да, да, да. Ну, по-моему, за кристаллами будущее и связанное с информацией, как носитель информации и так далее, и так далее. И завод 50-летий полупроводниковых приборов. Тоже сейчас уже потерял свою былую мощь. Там и выпускалась и бытовая продукция, телевизоры. Также черно-белые транзисторные телевизоры ВТ-430. Телевизор был электроника. А этот музей, он просто, когда открывается торговый центр «Саша», этот музей открывается, и любой посетитель может прийти посмотреть. Да, с 11 до 17 здесь посетители приходят. Сколько примерно экспонатов? Вы как-то подсчитывали какой-то? Ну, ориентировочно хотя бы. Где-то, наверное, экспонатов 200, по-моему, там мы записали. Больше? Ну, это самых крупных таких. 500. 500. А картины, это местные художники, да, выставляют, наверное, да? Да, они используют. И зарубежные художники. И местные, и московские. Вот это вот московские художники. Ясно. Это наши художники. Ну, это салон. Просто не все хотят, когда приходят на экскурсии, не все хотят смотреть некоторые. Завод «Рекорд» образовался здесь в 1932 году. В Москве был этот завод номер 3. Располагался он в бывшем почтамте. По разным комнатам, по разным помещениям. В виде лаборатории, мастерских. Затем его объединили, переправили сюда. И здесь возник завод «Рекорд». Выпускались сначала радиостанции для армии, 12 РП, маленькие, переносные. Затем стали выпускать радиостанции для полярных исследователей, для полярных станций, для полярников, для геологов, для народного хозяйства, средневолновые радиостанции. И после этого начали выпускать уже более серьезную технику для армии радиоприемники. У вас в углу, там вот можно посмотреть, приемники Р-311, Р-312, КВ, КВ, связи. Мониторы для Останкина, для Олимпиады-80, мониторы шли с этого завода. А затем на бытовую... Мониторы, которые на стадионе? На телевидении. А, наверное, на телевидении. Мониторы тогда на стадионах мониторов не было. Это недавно они появились, плоские, огромные, большие. А для Олимпиады-80? А тогда для Олимпиады-80 для студий. Для видеостудий, вот поменьше которые они шли для передающих камер. А большие, они у режиссеров расположены были около стены. И режиссер выбирал нужную камеру, чтобы дать ее выделить. Ну да, да, да. Вот. Ну и... А вы работали на радиозаводине? Нет. Я в Александрове с 69-го года работал в больнице. Затем работал в экспедиции. И на заводе полупроводниковых приборов немножко. А потом в электрических сетях. Ясно. Медицину оставил. Жилья не было. Пришлось идти туда, где дадут место. Ну, это, надеюсь, вырежете. Это не для фильма. Ну, почему? Это жизнь. Так мы жили. Да, да. Да и сейчас живем, наверное, примерно так же. Вот. Сейчас вот. Вот здесь иногда. Ну, большую работу проводит историко-краеведческий клуб у нас, Отечество. Там огромное количество информации по городу Александрову. Начиная даже вот со времен Ивана Грозного. Он же здесь у нас 17 лет правил Русью. И, может быть, даже первый конкурс красоты проводил он тут. Да, да, да. Сейчас вспоминают это и реставрируют эти события. То есть, как? Театрализованное представление тут проходит? Да, театрализованное представление. Затем, после Ивана Грозного, поляки к нам сюда нагрянули. Был такой тут... Ян Сапега, да. Ян Сапега. Скопин-Шуйский ему дал прикурить, разбил его, и он бежал в Польшу. Потом второй раз пришел. Ну, второй раз. Ко второму приходу Яна Сапеги, к сожалению, Скопина-Шуйского отравили в Москве бояре. Да. Остались мы без воеводы, и поляки здесь учинили пожар. Согнали все население, колокольню, и подожгли. Здесь эти события тоже реставрируют у нас сейчас. Театрализованные представления проводятся осенью на Каринском поле. Вот эта битва как раз Скопина-Шуйского с поляками, она там у нас и демонстрируется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова